Мой кум Кузьмич устроился егерем. Ну весь в шрамах. На руке у него два параллельных шрама. Это волк зубами. На груди четыре шрама. Это медведь когтями. На всю спину пять-десять параллельных шрамов. Это теща граблями его. Раньше Михалыч понимал язык зверей. Сейчас не понимает. Закодировался. Не поет, не пляшет. Голый по лесу не инспектирует. Короче, рутина. На днях к ему в охотхозяйство прибыла группа немцев. Восемь голов. Ну провели инструктаж. Дали ружья. Пошли. Охота началась удачно. Для Кринписа. После того, как Ганс 30 раз стрелял в зайца, стало понятно, что косой в косовый не попадет. Никогда. Тут из-под ног немцев взлетел одинокий перепел. Ну вот они со всех сторон стреляли, стреляли с восьми стволов на поражение. Тоже перепел был поражен такой стрельбой, понятно, сразу, потому что улетая, он всех обосрал с ног до головы. Когда мы вернулись в лагерь, у нас из трофеев был только перепел, только умер от поноса. Чтобы подбодрить немцев, я немцам рассказал, как нужно охотиться на зайцев с кирпичом. Ну, кладешь на зайчью тропу кирпич, посыпаешь его перцем. Заяц такой на-на-на и бежит такой. Увидел, думает, морковка. Нюхает его, перец попадает ему в нос, заяц чихает, ударяется лбом об кирпич и умирает. Немцы послушали историю с каменными лицами. На следующий день с немцами выдвинулись утречком с полными рюкзаками. Через каждые пять минут немцы просили привала. На седьмом привале я потребовал объяснений. Они сказали, что рюкзаки у них полные, перцы и кирпичов, избавившись от стройматериалов. С немцами пошли дальше. На уток мы пошли. После трехчасовой стрельбы по уткам я им сказал, или утки высоко летают, или вы низко бобика подкидываете. И когда в следующий раз над ними излетели утки, я увидел собака Михайловича летит им навстречу. Глаза у собаки как у немца. Утки увидели собаку, лечащую навстречу, стали нести прямо на лету. Причем как самцы, так и самки. И собака тоже. Так ничего не застрелив, мы вернулись в лес и устроили пикник. Субтитры делал DimaTorzok